Всем привет! Вы на территории Империи Зла. Сейчас мне бы хотелось подвести итоги уже сыгранных пяти матчей и расписать расклад на оставшиеся три. Ростов проиграл Урала сенсационно. Гончаренко показывает, что в Урале он крут. И на самом деле Зенит очень повезло, что он играл с Уралом Гончаренко, когда тот только-только пришел. В принципе и так Гончаренко целый тайм сдержал таки Зенита. А если бы Зенит сейчас играл с Уралом по таблице, это было бы в 300 раз сложнее. Но Зениту предстоит тяжелый матч впереди. Дальше Химки с факелом 0-0 сыграли. Факел. Ничейная команда. Король Ничьиев. Или как сказал бы один классик, этот Ничейный Сарь. 8 уже ничейных исходов. 8 из 13 игр. Краснодар в огненной перестрелке проиграл Ахмату. Ахмад молодцы. Все редки держатся. Вот. Динамо. В такой же перестрелке. Выиграл Оренбурга. Набрал 20 очков. В принципе, если конкуренты будут вступаться, то Динамо в теории может подтянуться к тройке. Если будут свои игры выигрывать. Но, честно, скорее всего, не будут в середине. Завтра будут еще три игры. А да, забыл. Забыл торпеду локомотив. Дерби. Непримиримый дерби. В котором победу удержал локомотив. Локомотив выиграл. И начал восхождение из низов в середку. Возможно, если у них будет ударная весна, может, еще даже попадается за цветочную церемонию. За победу в чемпионате нет. Однозначно нет. Потому что с зенитом локомотив такой кугулировать не способен. Вообще. Абсолютно. Разве что в ком-то отдельно взятом матч на первом, втором круге. Черкизово. Там локомотив не проигрывает зениту с мая 17-го года. То есть Симак с зенитом пока. Черкизово выиграть не может. Но это пока. Возможно, потом сможет. Завтра будут три игры. Крылья Советов. Сочи. Нижний Новгород зенит. Вернее, паренен зенит. И ЦСКА. Спартак. В первую очередь я спешу расклад для крыльев. Крылья Советов обязаны брачки. Потому что локомотив сегодня выиграл. Урал. Вчера выиграл. И чтобы остаться в более-менее безопасной зоне крыльям кровь из нас надо побеждать. Это будет очень сложно, но если не хотят выжить, надо зенит. Зенит тоже кровь из нас надо побеждать, потому что подпускать еще конкурентов к себе непозволительная роскошь. Просто непозволительная. И сейчас, конечно, столица будет надеяться на Нижний Новгород, на Глубок Теоново, на Нижегородский автобус. Но зенит, ты можешь скрыть этот автобус, ты можешь выиграть. И ты можешь не просто не дать подобраться столице, но и отправить в нокаут проигравшего в матче ЦСКА Спартак. А если будет ничья, то сразу обоих и ЦСКА и Спартак. Если выиграешь в Нижнем Новгороде, все у тебя получится. Я в это верю, Вика в это верит, все в это верят. И знают. На самом деле знают, что у тебя все получится. Вот причем цвета города всего зенита будет хорошо. А если зенита будет хорошо, ну по сути плевать, как сыграет советская Спартак. Но от себя хочется добавить, что Спартак своей кармой не заслужил того, чтобы боролся зенитом за чемпионство. Спартак может сколько угодно выделываться и выпендриваться, но обоймы у них слабее, ЦСК. Поэтому ожидаю, что победы в дерби Спартаку не видать. Возможно будет вообще поражение. Тогда они отклеятся вообще от зенита, если зенит выиграет в Нижнем Новгороде. Надеюсь, верю, что это случится. ЦСКА. В принципе, я и до начала сезона говорил, что они будут главными конкурентами зенита. И сейчас у них появился шанс стать единолично вторым, если выиграют дерби. Если сыграть мячу, в принципе, тоже станут вторыми, хотя нет, вторым останется спартак, ЦСКА будут третьими или четвертыми. Не знаю, как с Ростова у них будет одинаковое количество очков. Коням надо побеждать. В принципе, мне, как болельщик зенита, если зенит выиграет, будет все равно, как сыграет ЦСКА Спартак. Но если Спартак проиграет или сыграет еще, мне это будет приятно. Потому что они меня уже достали. Просто капитально достали. Надо их вычеркнуть. просто вычеркнуть и все.